Текст пишут все, будь это студент с дипломной, будь это в офисе менеджер, который пишет объявление о найме сотрудника, или это человек, который откликается на эту вакансию. Часто нам приходится писать текст, даже если это не связано с нашей профессией или хобби. Мы пишем текст для того, чтобы поделиться информацией, для того, чтобы донести свои идеи людям или для того, чтобы сохранить их во времени. Поэтому текст должен быть понятным. Если это не личная заметка для себя, то информацию нужно не выбросить в интернет или в люди, а сделать ее доступной, понятной, и чтобы из нее можно было вынести какую-то пользу. Вроде бы я говорю очевидные истины, ну все понятно, текст должен быть понятным. Но почему-то иногда встречается не очень понятный текст. Например, если вы когда-нибудь ездили в метро, то увидели объявление такого рода. Представителю быстро развивающейся перспективной украинской компании необходимы сотрудники от 18 лет и старше. Опыт работы в сетевой компании приветствуется. Что это? Кто им нужен? Куда? Зачем? А что делать нужно будет? На самом деле это очень пугает. Информации здесь совершенно нет. И на первый взгляд может показаться, что там тебя будут продавать на органы. Но если вам когда-нибудь очень нужны были деньги, и вы откликались на это объявление, то вы знаете, что эти ребята просто продают косметику. Что будет, если наполнить это объявление информацией? Что на самом деле это работа для студентов, может написать автор. Что мы продаем косметику и одежду. Что такое быстро растущая развивающаяся компания? Должны быть какие-то цифры, что у вас было какое-то количество клиентов, и оно выросло очень сильно. И что значит опыт в сетевой компании приветствуется? Это значит, что зарплата будет больше, чем если опыта нет. Напишите конкретные цифры. Всю свою лекцию я буду агитировать вас писать понятный текст. Я пока готовила лекцию, ходила по городу, видела объявления. Мне приходили на почту предложения о работе в формате. Нам в компанию нужен сотрудник. И все. Я думала, что я использую все эти примеры для лекции, но потом посчитала, что вы ни в чем не виноваты. И поэтому большая часть примеров взята из книги Максима Ильяхова «Пиши сокращай», потому что он их четко отбирал, выбрал самые лучшие, самые менее травмирующие. И большая часть информации основана на его книге. Я его фанат. В моей лекции никак не касается художественной литературы, в ней не будет рассматриваться стилистика или грамматика. В первую очередь, вам для текста нужна цель и аудитория. У разных людей разное восприятие и нужны разные формулировки для разной аудитории. Например, если вы пишете для специалистов, то вы можете использовать терминологию. Если вы пишете для новичков в своей области, то вам нужно больше примеров. Зная, зачем вы пишете свой текст, вы можете наполнять его информацией, вы можете перечитывать текст, каждое предложение и думать, ага, приближает ли оно читателя к той цели, которую я выбрал. После того, как у вас есть цель и аудитория, вам нужна забота о читателе у вас в голове. Что вообще это значит? Это значит, что вы стараетесь донести информацию, что вы выбираете именно те формулировки, которые будут понятны. Это значит, что вы стараетесь не показать свой ум и профессионализм, а действительно написать понятно и сделать так, чтобы у текста была польза. Вы видели такое объявление, каждый год у себя видите его на подъезде. В связи с плановым проведением диагностических и ремонтных работ, в летний период с такой-то потокой горячее водоснабжение в вашем доме будет отключено. Это объявление немного бесит. Ну вот, я снова две недели не помоюсь, это ужасно. Но что будет, если мы добавим в эту плохую новость заботу о читателе, станет ли она более-менее хорошей? Для начала вынесем главное из этого объявления. Мы тут вообще рассказываем, что горячая вода будет отключена. Все остальные слова, которые в нем написаны, они просто для того, чтобы был хоть какой-то текст. Но если мы возьмем суть и вынесем ее в заголовок, а теперь объясним, что мы выключили воду не потому, что мы собаки злые, а что мы сейчас будем заменять трубы, что мы сейчас будем готовить отопительную систему к зиме, что если мы этого не сделаем, то трубы зимой может прорвать. И что мы сделали это летом, для того, чтобы было легче перенести этот период без горячей воды. Сразу чувствуется забота, сразу думаешь, ну ладно, я и позакаляться хотел. После того, как вы вооружились заботой о читателе, вам нужен план. Вам нужно придумать, как вы приведете читателя из пункта А, где он еще не знаком с вашей идеей, в пункт Б, где он ее понял. План лекции может меняться, план текста, который вы пишете, может меняться по ходу дела, в этом нет ничего страшного, главное, чтобы он был. И вот план моей лекции. Я сначала вам расскажу, что мешает пониманию текста, что ему помогает и что вообще с этим всем делать. Мешают пониманию текста такие штуки, как слова бессмысла, слова оценки, штампы от глагольные и существительные. Сейчас это для вас, скорее всего, ничего не говорит, но давайте разберем по порядку. Слова бессмысла, такие как один из самых, честно говоря, как правило и разумеется. Такие слова создают видимость того, что в тексте что-то написано. Когда текст ими переполнен, то происходит что-то такое. Абсолютно каждый человек состоит только из звездной пыли. С полной уверенностью можно сказать, что все элементы, которые мы встречаем на Земле, были созданы во время взрыва сверхновой. Я выделила оранжевым все слова, которые считаются пустыми, не несут в себе никакой информации. Что произойдет, если мы прочитаем только черный текст? Каждый человек состоит из звездной пыли. Все элементы на Земле были созданы во время взрыва сверхновой. Информация не потерялась, ее не стало меньше, она не стала менее понятной. Мы просто сделали читателю удобнее. Теперь ему не нужно продираться сквозь текст, как через джунгли. Только вместо мачете у него сила воли и внимания. В лучшем случае пустые слова просто мешают, просто служат препятствиями. В худшем случае они прячут то, что в тексте нет смысла, что в нем нет информации, что слова как бы есть, но все написано так расплывчато, что ты не можешь ни согласиться, ни как-то поспориться с сказанным. Например, как известно, на сегодняшний день коррупция – одна из самых главных проблем во многих странах. Если я такое скажу, я могу почувствовать себя умной, но любой человек, который хоть как-то связан с политикой, сразу поймет, что я ничего не сказала этой фразой. Но если я говорю, что в Украине, Греции, России, Италии невозможно сделать свой бизнес недавзятку, то я должна взять на себя ответственность. Я должна доказать, что именно в этих странах и именно этот вид коррупции распространен. Но куда легче не брать на себя ответственность, а просто спрятаться за ничего не с мыслящими словами. Но если мы заботимся о читателе, то так делать не нужно. Если вы перечитываете свой текст и видите, что у вас закрались все-таки эти слова в текст, то вы просто вчитаетесь и подумаете, а что вы имели под этим в виду? Вы написали, например, «как известно». Кому известно? Вы основываетесь сейчас на статистике какого-то журнала, на каких-то исследованиях или просто слухи? Или вы написали «многие люди». Кто эти «многие люди»? Это какое-то количество людей в стране соседней? Или это вы и ваши друзья? Лучше писать конкретные факты. Далее слова оценки. Они не помогают понимать текст, потому что они очень расплывчивы. Вроде бы автор надеется, что все и так понимают, что значит успешный или перспективный или эффективный. Но лучше описывать конкретную информацию. Например, что вы имеете в виду под у этого телефона долговечный аккумулятор? Назовите конкретные цифры. Сколько лет он у вас проработал? Или вы молодая компания с большими амбициями? Молодая у компании есть возраст. Скажите, несколько месяцев или несколько лет? Большие амбиции – это что? Какие вы ожидаете прибыли у своей компании? Или проект закончен успешно? Что это значит? Это значит, что вы его сдали в срок и без урезания спецификаций? Или вы все-таки немного опоздали, но все еще считаете это успехом? Или он внес неоценимый вклад в работу нашей компании? Если за этим не скрывается кумовство, то, пожалуй, вклад любого сотрудника можно оценить как-нибудь. Но я не предлагаю вырезать какие-то слова из русского языка. Все слова прекрасны. Например, такие слова, как «лучше» и «эффективнее» отлично использовать в сравнениях. «Информация в тексте лучше, чем ее отсутствие». «Работать в удобном кресле эффективнее, чем на старой табуретке». Я проверяла. Эти слова просто прекрасны, просто их нужно использовать с умом. Штампы. Такие штуки, как «сойти на нет», «куда ни глянь», «уже вот где мне сидят». Это три-четыре слова, такие устойчивые фразы, которые часто можно заменить одним словом. А вторая использует их в своих текстах, потому что считается, что они могут сделать ваш текст более оригинальным, добавить в него изюминку. Но все статьи настолько переполнены этими словами, что это больше не добавляет никакой оригинальности. Их используют сначала совка и до сих пор. Что происходит, когда текст переполнен штампами? «Мы двигались к завершению проекта семимильными шагами. И вот уже не за горами был финал. Как вдруг, как гром среди ясного неба, нас застала новость о преждевременной кончине нашего инвестора». Пожалуй, автор хотел сказать, что когда они узнали о смерти их инвестора, то до конца проекта оставалось две недели. Это текст куда короче, куда понятнее его, куда приятнее читать. Ну, если это не касается художественной литературы. Отглагольные и существительные. Очень пугающее слово, меня до сих пор пугает. Пришли к нам из деловой документации, из переводов с английского. Их очень легко узнать по признаку, когда вам кажется, что предложение вывернуто наизнанку. Производить вычисление сопротивлений материалов архитектурных конструкций. То есть рассчитывать сопротивление материалов зданий. Или оказывать услуги по проектированию и возведению. То есть проектировать и строить. Эти отглагольные и существительные, они очень сильно усложняют понимание вообще, что происходит в предложении. И это пришло в большинстве своем с английского языка. Там есть такая конструкция «to make something». И если переводить прямо, то получится делать что-то, производить вычисление. Но в русском языке это ненормально. Мы же не говорим «производить поцелуи», «оказывать помощь». Мы говорим «помогать» и «целоваться». Поэтому англагольные и существительные лучше не использовать. Теперь поговорим о том, что же помогает пониманию текста. Мы будем говорить о рекомендациях на трех уровнях. На уровне предложения, на уровне абзаца и на уровне структуры. В предложениях, в одном предложении лучше использовать одну мысль. Если вы читаете предложение и видите, что в нем слишком много запятых, это плохой признак. Значит, что, возможно, предложение переусложнено. Давайте взглянем на этот пример. Индукционная зарядка означает, что телефон заряжается с помощью индукционного приемника и передатчика под действием электромагнитного поля, который создается из движения электрона в проводнике передатчики типа антенны. Если вы поняли это предложение с первого раза, я вам не очень восхищена. Если вы не понимаете это предложение с первого раза, сейчас пересчитывайте его второй, третий, перестаньте это делать. Дело не в том, что вы не технарь о гуманитарии, и не в том, что вы технарь, но не в этой специальности, а в том, что предложение сложное, оно может быть написано более понятно, если мы разделим его на четыре предложения. Сначала расскажем, что же вообще такое индукционная зарядка. Это зарядка без проводов. В ней участвуют две антенны, приемник и передатчик. Ага, так эти штуки антенны были. Окей. Теперь у нас есть три понятия, что такое индукционная зарядка, приемник и передатчик. Теперь они сейчас будут входить во взаимодействие. По передатчику бежит ток, который создает электромагнитное поле, когда в это поле попадает телефон с приемником. По приемнику начинает бежать ток, и телефон заряжается. И теперь пример. Похоже на то, как антенны ловят радиосигналы. Стало куда понятнее. Теперь можно перечитать текст два раза, а не пять, для того, чтобы его понять. Абзацы. Как по-вашему должны начинаться абзацы? Можно начать. Я давно думал над одним очень интересным вопросом. Или можете ли вы представить себе? Но в этот момент сразу начинает появляться такое ощущение, что сейчас на тебя будут лить воду, и уже ведерко начинает переворачиваться, на тебя покапывает. Первое предложение абзаца должно говорить о том, что сейчас будет рассказываться в этом абзаце. Например, вы можете начать рассуждать о том, когда запланировать технические работы, вопрос непростой. Но когда начинаешь читать такой абзац, то не уверен, что в нем вообще будет ответ на твой вопрос. Если написать, предлагаю запланировать работы на ночь четверга, то тут сразу все становится понятно. Сейчас в этом абзаце будут приводить обоснования, почему именно так. Или вы пишете резюме, и сейчас вы будете рассказывать о том, что вы давно думали, чем хотите заняться в жизни, и наконец поняли, какое ваше призвание. Но работодателю не очень интересно, как вы пришли к своему призванию, лучше сразу написать, чего вы хотите. Хочу помогать вашей компании с текстом. И дальше вся необходимая информация. Последнее предложение абзаца должно быть, должно говорить, что теперь с этой информацией делать. Например, я окончил факультет иностранных языков, свободно владею английским, французским, испанским, владею техникой синхронного и последовательного перевода, бла-бла-бла, обращайтесь ко мне, если собираетесь встречаться с иностранными партнерами. Сразу автор объясняет, что делать с этой информацией, которую он рассказал. В одном абзаце должна быть одна мысль. Вот, например, пример, где тут две мысли. Виртуальная реальность все еще непонятная, продуктовая категория. Мало кто может объяснить, какую насущную проблему она решает. А последние шлемы виртуальной реальности Окулоса все еще слишком дорогие для массового потребителя. Первое предложение говорит о том, что автору непонятно, зачем нужна виртуальная реальность. А второе предложение говорит, что это слишком дорого. Это две разных идеи. Возможно, лучше разделить первое предложение, взять отдельно в один отдельный абзац и развить эту мысль, рассказать подробнее, почему автору кажется, что это непонятно. А второе предложение, в нем более подробно обсудить тему дорогостоимости. И здесь отличный пример того, как последнее предложение полностью дублирует первое, практически просто другими словами сказано одно и то же. Мы все еще не знаем, что такое виртуальная реальность. Здесь не написано, что теперь делать со всей информацией, которая была в абзаце. Структура всего текста очень важна. Когда вы видите текст вот такой, то его очень сложно прочитать. Глазу не за что зацепиться. Но если добавить сюда заголовок и разделить на абзацы, то уже становится не так страшно. Понимаешь, что в какой-то момент ты сможешь альтабнуться, не будет не так страшно. Если у вас короткий текст, то это отличная структура для него. Если у вас более длинная статья, то лучше ее разделить на модули. У нее должны быть вступления, выводы. Когда заходишь на такую статью, на сайт и видишь такую статью, то сразу знаешь, о чем ты сейчас будешь читать. О местах идей и развлечениях в Испании или о том, каково там в Мадриде, Валенсии и Барселоне. Когда я захожу и вижу статью вот так оформленную, я сразу чувствую, как автор обо мне заботится, что он ценит мое время, что я сразу вижу информацию мне необходимую, информацию, с которой я знакома, что я смогу пропустить ту информацию, которую я не хочу читать. Все эти правила могут показаться просто здравым смыслом. И если вам действительно кажется так, то я очень рада. Но на самом деле следовать им не так просто. Нужно большое количество практики для того, чтобы автоматически не писать со словами-паразитами, с усложнением структуры. Когда я первый раз написала текст, твои лекции, он был ужасен. Мне пришлось много повырезать и много попереписывать. Поэтому секрет понятного текста в том, чтобы читать его вслух, переписывать и упрощать все, на чем спотыкаешься, снова читать вслух, снова переписывать. И так до тех пор, пока либо текст не покажется достойным, либо пока не сгорят все сроки. Всю свою лекцию я рассказывала, как передавать больше информации в единицу времени. Если вы будете следовать этим рекомендациям, то вы сэкономите время своему читателю или слушателю. Вы сэкономите часы или даже дни. И если у вас сотни читателей или тысячи слушателей, вы сэкономите просто огромное количество времени этим людям. Пишите понятный текст, продлевайте людям жизни. Спасибо за лекцию. Подскажите мне, пожалуйста, вот постик с фотографией котика. Как лучше подписать? Кот Беня, 4 года, кастрирован, блохи. Или просто взять и написать Би-Би-Би? Смотря какую цель вы преследуете этой фотографии котика, какую информацию вы хотите донести? Ну, скажем так, чтобы людям было понятно, что я хочу сказать этой фотографии котика. Напишите то, что вы хотите сказать этой фотографии котика. Возможно, подпись не нужна. Спасибо за лекцию. Что делать, если, например, вы говорили про то, что нужно как более сокращать, избавляться от каких-то ненужных слов, усложнений. А что, если, например, редактор этого требует, что к определенному объему статьи по знакам? Добавлять больше фактов, искать больше информации. Расширять вопрос. Ну, по знакам или по количеству страниц, или как обычно редакторы просят? Наверное, просто использовать больше фактов. Но я думаю, что это очень сложно, когда тебя требуют именно конкретного количества знаков. Спасибо за лекцию. Несмотря на то, что я уже знаю Ильяхова много лет, у меня вопрос будет в защиту ленивых и безграмотных. Какие волшебные пилюли, вроде того же главреда или других сервисов Ильяхова, вы посоветуете тем, кто просто пишет всякую чушь, а потом хочет сделать из этого что-то более полезное? К сожалению, я не знаю никаких шпаргалок, кроме того, чтобы читать книги и практиковаться. И я думаю, если вы пишете для себя, и это происходит часто, то вы со временем все равно натренируетесь. И кроме главреда я больше не знаю никакого такого хорошего сервиса, в который ты просто пишешь текст, и он тебе выделяет, подчеркивает слова, которые стоит заменить. А вот по поводу части с усложнением текста, что этого сильного усложнения быть не должно, а вот разве не для этого вводится терминология, что как-то впихнуть в одно слово больше смысла, и чтобы потом это одно слово употреблять? Конечно, если вы пишете для специалистов, это отлично использовать терминологию для того, чтобы сэкономить время, для того, чтобы не описывать простые вещи, с которыми вы оба уже знакомы, а описывать их в одно слово. Но если вы пишете уже о сложных вещах и людям, которые еще не в контексте, то вы просто не можете использовать эту терминологию. И терминология, и усложнение текста – это разные вещи. Например, глагольные существительные выворачивают наизнанку предложения. Это не термины, они не упрощают, не сокращают момент передачи информации. Теперь я бы хотела спросить, я вообще-то директор издательства. Собственно говоря, мне было профессионально интересно посмотреть, что вы будете рассказывать. Но, как известно, 95% населения, ну, вообще нашей публики, они достаточно не очень критично мыслят. И вот эти вот фразы, которые вы говорите, как известно, ну, вот эти вот, которые… Многие люди. Многие люди, все такое. Это фразы, которые, в общем-то, зачастую снимают очень много вопросов. То есть, если люди не критично мыслят, то есть, ну, раз многие люди так считают, значит, я тоже буду так считать. Никто не задается вопросом, а откуда известно, что 95% не обладают критичным мышлением. То есть, вот, я думаю, что вот эти вот фразы, они очень важны и нужны людям, которые… Ну, смотри, чего вы хотите добиться от текста. Вот я немножечко сейчас вот в этой лекции немножко не поняла, в общем-то, какую идею вы хотели завести. В этом суть вам не нужно обманывать читателя и давить на него своим авторитетом. Вот многие люди знают, и ты теперь должен мне поверить. Вместо того, чтобы давить авторитетом и общественным знанием на человека, нужно дать ему факты, нужно учить его критическому мышлению. Именно для этого используются эти фразы, потому что… Именно потому что люди плохо… В большинстве слабо… Не ищут фактов. То есть, они вполне согласны с тем, что раз им сказали, как известно… И раз они не ищут фактов, наша ответственность на том, чтобы дать им эти факты. Это хорошая мысль, конечно. Вопрос по поводу вот слайд с отключением воды. Дело в том, что первая мысль, когда я его увидела, вот уже исправленный заголовком, это «Какие козлы отключат воду? Я бы не читала дальше утешение». И вопрос такой, как сделать так, чтобы текст дочитывали до конца, если ты в самом начале уже передаешь всю… Ну, не лишнее ли это утешение там? Возможно, если у человека нет времени прочитать причины, по которым отключается горячая вода, это прекрасно, что мы ему упростили этот процесс прочтения, теперь он узнал эту информацию буквально в одну секунду, а так ему приходилось все равно прочитать весь текст, потому что главная суть была аж в самом конце его. Не в том вопрос. Как сделать так, чтобы читатель, когда ты редактируешь текст, как сделать так, чтобы читатель его дочитал до конца? Вы не можете заставить человека дочитать, если ему неинтересна эта тема. Важно говорить тему сразу с самого начала, для того, чтобы он мог решить, ему это важно, ему это интересно, ему стоит это читать, вы экономите ему время этим. Если ему неинтересно, его не нужно заставлять читать это. Окей, спасибо. Спасибо.